Визит нового министра сельского хозяйства России Оксаны Лут приурочен в первую очередь к агрофоруму День Сибирского поля 2024. Но в рамках своего визита она побывала в нескольких точках региона. Большой интерес вызвали пшеничные поля Федерального Алтайского центра агробиотехнологий. Здесь с 1970 года работают лучшие селекционеры, которые создали более 150 сортов пшеницы. Сейчас их зерновые культуры постепенно вытесняют иностранные. 34% в настоящее 2024 году занимает сорта иностранной селекции. По пшенице. Одна из последних новинок – Алтайская 85. По словам экспертов, она превосходит другие сорта по урожайности на 4-6 центнеров. Также из положительных моментов – новая сейлка. После выигрыша следующего гранта по гречихе в Центре агробиотехнологий планируют приобрести комбайн. Главное, чтобы было кому на нем работать. Сейчас главная проблема, с которой столкнулись селекционеры – нехватка кадров. Еще одна трудность – нестабильный спрос на зерновые культуры на рынке. Вот последние два года у нас было 65-70 тысяч гектар. В этом году понизилось до 50, потому что очень много зерна лежит в складах. И плюс еще закрыли с декабря 23-го по конец мая 24-го года экспорт твердой пшеницы. Другое значимое место, которое посетила министр сельского хозяйства – новая школа в Тальменском районе на 550 человек. В 2023 году ее построили по госпрограмме комплексное развитие сельских территорий. Помимо нового оборудования и мебели, в учебном учреждении появилась точка роста, где есть все необходимое для проведения интересных программ по разным предметам и подготовки к исследовательской работе. Так как у нас в данный регион, конечно, чаще всего ребята выбирают какие-то сельские работы, связанные с объектами сельского хозяйства, почвы, овощей, ягоды. Посетила министр и зерноперерабатывающий комплекс «Валейский». Здесь делают муку, макароны, хлопья. В общей сложности более ста наименований. Также два года назад в холдинге появился новый завод, увеличивший объем выпускаемой продукции в три раза и позволяющий создавать корма для кошек. Другой темой для обсуждения стал экспорт. Также Оксана Лут ознакомилась с инвестпроектом комплекса по производству мяса индейки. Он должен появиться в крае уже в ближайшее время. Во-первых, подобный завод сможет производить свыше 6 тысяч тонн продукции из птицы в год. Во-вторых, обеспечит рабочими местами свыше 200 человек. Данил Кузнецов. День с толком.